Данил Сан? Мы снимем кабину с рамы, остальную уберем. Полное обновление. Крышка цепляет за стенку. Так не проканает, мы вдыхаем жизнь в пикап. Давай. Мне бы такой в гараж. И даем Мустангу крылья. Ревет как лев. Делать машины красивыми для нас аксиома. Делать их быстрыми — наша специальность. В мастерской Classic Car Studio моя команда дизайнеров и мастеров превращает любые автомобили в скоростные тачки индивидуального исполнения. Хотите выигрывать выставки? Идите к другим. Выигрывать выставки и летать как ракета? Идите к нам. Потому что скорость снова в моде. Скорость хит сезона. О, нет. Это что за корыто? Ну, а сегодня приехал клиент Роб и привез старый пикап. Даже не знаю, что из этого пригодится. Ты его из озера вытащил? Да. Верю на слово. Пожалуй, у нас были варианты хуже, правда, совсем не намного хуже. Что ты хочешь получить в итоге? В 1953-м Форд отмечал полвека. Да. Роб, я обожаю этот пикап. Хочу позаботиться о нём. Ясно. Передать своим потомкам. Пусть это будет... злая зелёная тачка. На это уйдёт много зелёных. Он должен стать крутым. Обязательно заниженным громким. Хочу, чтобы он сразу бросался в глаза, и все понимали, что с этим пикапом шутки плохи. Что касается скорости, то он изначально медленный и неприхотливый. Мы можем снять кабину и поставить на совершенно новое шасси. Если станет чуть быстрее, да, буду рад. При этом я хочу возить на нём собаку. Так, ездить в магазин. Проверим кузов. Он не такой уж и плохой. От счастья, он всё же сохранился. Тут поселились термиты. Я хочу оставить деревянный кузов. Конечно, жизнь его потрепала, но ему 70 лет. Трудно ждать чего-то другого. Вся механика по-прежнему работает. Стёкла до сих пор опускаются. Ясно. Сиденья надо поправить. Комфорт для меня всё важнее. Я хочу, чтобы он ездил почти как новый пикап. Я готов дать ребятам свободу действий, чтобы они реализовали свои идеи, опираясь на мои пожелания. И сделали этот пикап по-настоящему крутым. Насколько я понял, ты хочешь сохранить оригинальный дизайн, но ходовые характеристики должны измениться кардинально. Чуть мощнее. Намного мощнее. Мы оставим классический облик, но его новой скоростью ты будешь потрясён. Я бы хотел прийти и увидеть пикап заново рождённым. Громким, мощным, чтобы я мог много лет ездить на нём и гордиться им. Хорошо, мы всё для тебя сделаем. Отлично. Я покажу вам кое-что запоминающееся. Такие пикапы смотрятся круто метров с пяти, но при ближайшем рассмотрении ужасны. Вот, болотное чудище. Он ездит в соломенной шляпе? Мне он даже нравится, но клиенту нужно кое-что другое. Надёжная машина. И при этом послушная. Понимаешь, о чём я? Чарльз, я считаю, надо избавиться от этой тяжёлой рамы на три четверти тонны. Поставим кабину на современную пятисоткилограммовую раму. Сделаем так, чтобы он ездил как маслкар. Всё будет новым. Поставим отменную раму, большие тормоза, хорошую подвеску. Подчеркнём дизайн. Он дал нам творческую свободу. Цвет должен быть зелёным. В остальном? Придумайте что-нибудь крутое. Скотт. Он уже зелёный? Да, пару смеху. Это прекрасный пикап, нас ждёт много работы по металлу. Когда клиент даёт полную свободу действия, от этого выигрывают обе стороны. Когда получается сделать что-то настолько крутое и необычное, что клиент приходит в эсторг, это большой плюс и для мастерской. Может, слегка подправим кузов, чтобы его линии стали чище? Надо убрать передний бампер. Подрежем передние края рамы и сделаем эксклюзивную вставку вроде нижней решётки. Без бампера и всё заподлицо? Да. Неплохо. Пол кузова оставим деревянным? Да. Зашлифуем хорошенько. Движок нижнеклапанный? Да. Гляди-ка, нет. Точно. Уай-образный. Вот что сюда нужно. Босс 302 с пятиступкой. Я хочу сделать для Роба надёжный, комфортабельный и быстрый пикап. Днище отличное. Прочное, отменное. Хотя бы кабина в порядке. Мне нравится. Проект выглядит многообещающим. Да. Как так вышло? Сверху патина, будто его вытащили из моря, но дырок нет. Отличный пикап. Согласен. Интересно, что мы найдём, когда разберём его? На кабине не единой вмятины. Поднимем кабину и выкатим из-под неё раму. Весь пикап покрыт поверхностной ржавчиной и выглядит обалденно. Но он стоит на длинной раме, в три четверти тонны она нам не нужна. Мы возьмём только кабину. Остальное — в сторону. Тут где-то навоз. В каждой машине есть спрятанные сокровища. Найти их можно только при полной разборке. Тут горы крысиного помёта. Не тяни пальцы в рот. Погоди. Мы нашли мышиное гнездо. Марк. Крысиный хвост? Да. Вот чёрт. Проклятие. Крысиный помёт легко ощущается. Просто соскребаем и подметаем. Проржавевшие насквозь места мы вырежем, приварим заплатки. Дырок чуть больше, чем мы думали, но кабина всё равно достойная. Тут тоже всё сгнило. Сюда придётся поставить новое крепление, прежде чем ставить внешнюю панель. Давай. Вперёд. Опять помёт. Дурно пахнущая работа. Точно, и она наша. Чудно. Кабину привезли после песка струйной очистки. Теперь мы точно оценим повреждения. К жестянчикам или к малярам? Проверим. Всё намного хуже, чем казалось. Правда? Ржавчина на полу, на опорах. Опоры не щас гнили. Угол кабины и порог. Да. Этой опоры тоже нет. Я думал, кузов будет в порядке. Да, я тоже. В таком виде кузовщикам отправлять нельзя. Сначала надо всё залатать. Ладно. Да. Варим. Форт Эф-100 Мы обнаружили больше ржавчины, чем хотелось бы. Но мы всё исправим. Сначала кабину залатает, а потом она отправится в кузовной цех. Ух ты! С первого раза. Неплохо. Том, я вырезал весь угол кабины, вычистил ржавчину из-под него. Теперь подгоню и приварю новый угол. Сегодня к нам придёт заказчик Ленни и пригонит на тюнинг Мустанг 67-го года. В прошлый раз ты был на 911 Турбо. Ленни. Верно. А теперь на крутом кабриолете GT500 в стиле Элеонор. Который я обожаю. Рассказывай подробнее. Я подумал, что в баке Порше появилась течь. Поговорил с друзьями, оказалось, они частенько видели, что моя жена ездит... ...на Порше. Так. И постепенно она перехватила машину у меня. Тогда у меня появилась возможность взять новую игрушку. Новую игрушку. Разумное решение. Но Порше ведь ты всё равно иногда берёшь, ездишь на нём. Когда разрешит. Когда разрешит, да. Он больше не твой, нет. Мало кто знает, но Форд не выпускал Мустанг Элеонор. Эти версии прославили фильмы «Угнать за 60 секунд». В последнем ремейке Элеонор была в виде изрядно тюнингованного GT500, как у Ленни. Едёт неплохо. Да. И управляемость на уровне. Машина прижата к асфальту, отменный профиль. Что ты хочешь сделать? Я люблю слушать музыку. Ясно, её слышно плохо. Выхлоп у тебя выведен сбоку, и когда крыша опущена, рёв заглушает музыку. Ещё один момент, по-моему, стартовой скорости немного не хватает. Есть идея. В фильме «Угнать за 60 секунд» машина была оснащена закисью азота. Кто-то выбирает турбонаддув, кто-то ставит нагнетатель. Мы сделаем проще. Нажимаешь кнопку, давишь на педали и получаешь рывок. Тебе понравится. Главное, чтобы машина красиво выглядела, хорошо звучала и была по-настоящему быстрой. Да. Мы всегда за скорость и мощность, так что это в нашем стиле. Мне не хватает именно этого, и хотелось бы это получить. Ты же понимаешь. Мы поставим на машину закись азота. Может, Ленни будет давить на кнопку постоянно. Посмотрим, как часто он будет приезжать на дозаправку. Приехала новая рана для пикапа «Форд». Пора её примерить. Не дурно. Да. Первым делом мы сегодня подгоним задний мост. Почти. Греется. Давай поставим кабину и подгоним передок. Хорошо, перегруппируемся. Осторожно. Хорошо. Нормально. Да. Отлично. Встала. Мы получили движок «Босс-302» от «Форд Рейсинг». Эрик, под ним крутая рама. Он хорошо дополнит пикап. Стоп. Мы поставим движок на раму, потом примерим кузовные элементы. Проверим, чтобы ничто не задевало. Тише. Опусти немного. У нас проблема. Да. Смотри. Впуск и клапанная крышка упираются в стенку. Эй, Ноа! Ноа! Есть минутка? Крышка упирается в стенку. Так не проканает. Скорость хит-сезона. Скорость хит-сезона.